Или то, что вот мы смотрим людей, которые покупают военные билеты и проверяем их всех, а по вам документов нету никаких вообще. Ну, бывают временно больные, знаешь, вот в больнице купали. Да, да, они проверяют. А потом приходят, то есть на следующий год. Да, да, и я даже знаком с таким человеком, у которого, в принципе, с рождения отсутствуют ребра в институте со мной учился. Человек, у него просто, ну, от рождения отсутствуют ребра. Они вот каждый год ему повестки шлют, мол, типа, они заново вырастут. Третьим, четвертым призывом призывут, если будет война. Тогда всех метут, и стариков, и всех. Будет война, она с Китаем, он переедет, весь Дальний Восток шапками закидает. Да, чехнуть не успеем. У меня мама тоже военная, обязанная. У них там они города строят, им прикинь заняться нечего, где никто не живет. Ну, амур переплыть, вот и все. Вот в Китае, типа, в армию, не всех берут вообще, туда надо вообще, чтобы попасть, заслужить. Каким? Какая-то, если ты там каличьте, общеника в жизни не возьмут. Ну, если ты незаконно рожденный, и у тебя нет паспорта, да, тебя не возьмут. У тебя вообще даже в школу не возьмут. Только там народу, что они выбирают вообще, кого брать, а кого нет. Там есть законно рожденный, есть, нет. Первый ребенок законно рожденный, второй уже нет. А вот если у второго ребенка родится ребенок, то он уже по факту незаконно рожденный. Два ребенка давно разрешили. Хорошо, второе, третий ребенок незаконный. Не слежу за ними. Если третий ребенок, и у третьего родится ребенок, он по факту уже незаконный. У нас раньше в стране были, ну, такая община с названием казачьи. Если уж сильно далеко не уходить. Вот я был первый и единственный мужчина, ребенок в семье. Его в армию не забирали, на войну не забирали, никуда его не забирали. Я так думаю. Как продолжателя рода. 25 лет служили. Не путай разницу. Сейчас Китай самая сильная армия. По сути. Пошел неограниченный человеческий ресурс. Лучшие попадают. По физическим данным, по здоровью, по всему. Не Китай. Китай, Китай. Сразу же. Конечно, я тебе говорю, чтобы попасть в Китайскую армию, надо быть полностью здоровым. Абсолютно. Я думал, Корея. Корея. Нет. Корея. Это единственная страна. Там даже на параде не ходят, как роботы просто. В Корее? Там настолько идеально шли, что они как будто не... Если ты, блядь, не служишь, если ты не служишь, то ты в Корее долбоёб. Ну, считаешься вообще. Так умножь в Китае столько же на два только людей. Так умножь в Китае количество. Корея очень большое сейчас, вот реально, если так подумать, Корея реально переплюнула сейчас по армии, там, дохера государств. Банально из-за того, что у них постоянно это... Они закрыты вообще, по поводу, вот, если узнать, по поводу техники Кореи, да? По поводу, как они тренируются. Это всё закрытая информация. Ты практически хуйню не найдёшь. Да, есть видосы, но это, блядь, такое, что хуйня повезет. Китайцы тоже скрывают свою технику. Это очень элитаризированная страна. У них же очень много претензий к Южной Корее. Они там, в принципе... У них у всех претензий, так же к России. Все слышат с новостей, что Корея там, блядь, испытывает атомные, блядь, бомбы, нахуй, всю эту хуйню. Ну, аж просто так испытывают, да? Нихуя, блядь. Они просто сейчас... Как заходить в Диване? Станут, блядь, атомной державой. И будут, блядь, США там уже этот... Напрягать очень сильно. Победа там... Чины, ну, просто неприятно, что его всерьез не воспринимают. Да. А какую про Северную Корее говорил? Самая лучшая армия у них? Да. Ты видел... Ты видел перебежчика, который перебежал из Северной Кореи армии? Он болеет всем. И у него даже глисты были. Ленточные черви. Какая-то она может быть самая лучшая? Не знаю, хуйню какая-то. У них даже, блядь, охранники президента, блядь, возле машины бегают. Ты шутишь? Где ты бы увидел у нас там президента-охранника, блядь, который... Машина едет, а он возле машины бежит, блядь. Причем бежит, блядь, так километров 20. Вот аэропорт, блядь, приземлился президент, окей, типа с аэропорта, там километров 20 до здания, блядь. Эта машина едет, а охранники эти километров 20 хуярят, блядь, просто бегом возле машины. Так это ж как раз, по-моему, в Владивостоке такая тема была. Он же там, Ким Чен Ын приезжал, по-моему, в Владивосток. Километров 20 хуяришь, блядь, как охранник, блядь, президента. На охранник машины в одну сторону, потом еще во вторую. Но я думаю, что они там меняются, надеюсь, блядь. Но это глупо, тебе не кажется? Гавери, глупости там хватает, Ким Чен Ыну хватит глупости. А что развязать на войну? Вопрос в другом, вопрос в другом. Будут ли за него люди военные воевать? Видели, как они там шутят? Я говорю, и они как-то там будут, понимаешь? Если, понимаешь, если будет какой-то кипиш, он даже на кнопку нажать не успеет. Ну, может быть, и не успеет, а может быть, и первый нажмет. Суть не в этом. Ядерная война – это самое страшное, что нужно. Да, Япония? Да, на это время. Плюс. Когда война, вот, она не ядерная, к которой все, в принципе, более-менее привыкли, назови мне хоть одно государство, которое бы не говорило, не воюйте за нашу страну, воюйте за свои дома, воюйте за свои семьи. Всегда только так пропаганда работала в войне, а им там что защищать? Люди оттуда бегут. Ну, да, даже иностранцев в эту страну не пускают, о чем-то. Туда, чтобы попасть. Да, да, туда журналисты приезжают, их по строгому маршруту везут. К тому же, там специальные люди их водят и говорят, что им можно фотографировать, что им нельзя фотографировать. Они там даже в туалет посадят. Ты говоришь, Китай самая сильная нация будет, вот, понимаешь, вот, даже если так судить по-логически, вот, смотри, в Китае самая большая численность людей. Большая вероятность того, что родится человек, который обладает какими-то талантами, блядь, и вот, открытие какое-то сделает большую вероятность. Кто-то собирает айфон на 5 секунд до 3. На самом деле, на самом деле, китайцы, китайцы, ну, реально, как бы, туповасенькая нация, ну, чтоб ты понимал. Единственное, чем они выигрывают во всех остальных нациях, это всем, что, допустим, ты вот руки моешь под краном, у тебя эта вода просто уходит, и все. А китайцы, что он делает? Он, блядь, эту воду тазик собирает, а потом цветы поливает, блядь. То есть, у них настолько все экономия идет, что просто пиздец, они настолько экономная нация. Они еще очень трудолюбивые, очень. Смотри, да, они дохуя работают, они дохуя работают. Ну, то есть, взять того же самого русского и взять китайца, китайцы будут в этот сутки хуярить, а русский через 3 часа на перекур, ой, через 3 часа, через час на перекур уже пойдет. У них выходных нет, Леш. Просто представь, смотри, у России хуярить территорию, но мы, блядь, почти нихуя не выращиваем, блядь, имея ресурсы, мы все там покупаем, нихуя не производим. А вот представь, если бы у Китая была бы такая территория, они думают, что там уже им, блядь, так надо делать. У нас нет ресурсов, ресурсы в Москве. Понимаешь, если бы они обладали таким территорией, они бы не экономили, вот по тому, что ты говоришь. У китайцев нет такого понятия, как... Ну, то есть, там власть, как бы, не особо заинтересована в... Ну, там, то есть, там власть такая трудолюбивая, которая, ну, любит работать. Если брать, допустим, тех же россиян, то взять всех же, тех же самых чиновников, блядь, каждый чиновник думает, как бы, блядь, мне заработать, а на всем остальных похуй. Может, знаешь, мне интересно, вот Путин все борется, да, включится коррупцией, вот я не могу понять, вот прикинь, вот в Китае есть смертная казнь, и там все равно, блядь, берут взятки. Как можно без смертной казни хотя бы, блядь, этого избавиться? Блядь, смерть даже не страшит людей. Китайцы дошли до того, что они... Ну, вот, допустим, все те же самые телефоны, если взять, да, то разработал. Естественно, не китайцы. Китайцы слезали это, слезали все это, и выпускают это в больших, в огромных количествах, и подешевле. И из-за этого у них продается, типа, большой объем продукции. Так в этом и есть профит, в этом и есть профит. Если кто-то придумал что-то хорошее, зачем что-то разрабатывать, ты можешь делать это и получать деньги. Можешь просто спиздить и продавать дешевле, и в больших количествах. Они имеют силу, ну, то, что производство. Ну, если, допустим, русского человека, китайца, русский намного смышленее. Типа, он найдет, как наебать систему в любом случае. Потому что работать не хочет. Поэтому надо и похитрить чуть-чуть. Ну, типа, ну, бля, русский, русский выкрутится с любой ситуацией. Он найдет, как наебать систему. Китайец будет работать до посинения эпохи вообще. Я им спорить не знаю. Все намного проще. Не надо. Соль. Да, и русских мало. Работы много. Кто не хочет работать, все хотят. Все прекрасно понимают. Их, до хрена. У них направление... Ну, во-первых, они социалистическое государство. Во-вторых, у них политика такая, что должны работать все. Не важно, какой завод, это будет... Ну, конечно, это есть спрос. А рабочие силы в Китае очень много. За косяки спрос есть. Платят очень мало им там. В принципе, человеку в Китае не очень просто. Даже в столи. Поэтому они стараются не работать, потому что у них выхода нет. Тут не работает так, что они очень трудолюбивы. Да хуй там. Ты будешь уебаться на твое место, а другой Вася сядет просто. Конечно. Их очень много. Там другой Вася сядет. Да. Сейчас Китай переходит немножечко на другую политику. Они больше не будут заниматься... Какой-нибудь мел... Не в космор... Времени. Те, которые в странах Китай поглощает до 90% экономики государства, в котором он находится. Да. Ну а что здесь похоже на Китае? Те, которые в Китае... Они молодцы. Они все правильно делают. Они выкупают ресурсы, они гонки. У нас лес. Парк. У МКС-6 есть, а у Кореи есть своем МКС-6. Ты посмотри, ты посмотри, Банай. Сколько-то китайцев лет учатся по всем странам, блядь. Потому что они переходят... Сколько с этих стран людей учатся в Китае? Да ни одного бля. Правильно. Правильно. Смотрите. Китай переходит сейчас... Да дайте говорить, ну ё-моё. Дайте мысли... Ну, я просто это знаю. Вот сколько рабочих силы в Китае, они по факту производят очень много продукции, у них очень много выбросов, очень нарушенная экология и вот все-все-все. Они достаточно терпелись с этим совсем, они были в жопе долгое время, и только сейчас у них экономика более-менее расширилась, и они хотят перейти на высококлассное производство оборудования. То есть технологичное оборудование, как в Японии, в Соединенных Штатах и так далее. И поэтому они, конечно, у них людей много, конечно, они их отправляют учиться в лучшие учебные заведения, но они им и предоставляют очень классные условия по возвращению в страну после того, как они обучили. Они будут создавать у себя эти институты, они будут лучшее образование делать, чтобы люди получали очень... Просто они на опиуме сидели очень долго. В каком опиуме? Ну, почитай историю. Завезли опиум, опиумные войны и все дела просто. Я с историей Китая не очень степиля про опиум и вот, вообще. Ну,ю посмотрю. Да у нас могут бакланить по 300, ээээ, там, ээээ... станции сделать, или как они проявятся? Чтобы ракеты запускать. Еще там институтов навтыкали, людей обучили. Работать не будет. Алис. Он уже запускает ракеты, которые выгодно запускают. А у нас сколько этих станций? Вот в Шлябинске построили. Нахуя? Ни одна ракета не вылетела. Знаешь, сколько бабла потратили? Пиздец сколько. Убилили просто, они потратили. Так у нас тоже там на этом, на Дальнем Востоке строили. Сколько там, года 3-4 назад. Это неинтересно. Сколько тела дурали? Столько денег отмыли. Ну, а сколько ракет сделало? Ну, я точно не знаком, но залетали. Это последние старты, которые были, там почти все фейлы. Сколько я в видео услышал. Почти все, ни одну не дали. Что в Китай олигарх? Сколько в России? Не знаем, мы сколько в России олигархов. Мы знаем, что средний класс умирает. Становится или сверхбогатым классом, или нищим классом. Есть такой тип русский, я забыл. Вот он объяснял. Вот ты знаешь, на долларе видел пирамиду нарисована? Фигня. Такая пирамида. Вот на верхушке находятся все те, кто управляет. Чуть пониже, блядь, как он говорит, рабы, которых научились следить за другими рабами. То бишь, да? Тупо элитаризма. Другие типы. И просто, и внизу уже просто работяги, которые тупо ничего не знают. Конспирологи. И поделено, короче, то, что верхушка обладает всеми знаниями. Другие типы, типа, знают то, что им дают. Они обладают малым количеством знаний. Другие вообще ничего не знают. Вот на этом все и держится, типа. Он так рассуждает. Ты так рассуждаешь? Нет, нет. Другой чувак. То есть там то, что знания решают. Где вас? Просто им все равно. Вот Путин, вот он даже не знает. Вот, вот, как вот люди обычно, да? Кто-то в поликлинику ходит, там, как лечится. Там некоторые, вот, типы, по три месяца, кручу, записываются. Вот, там, говорят, там, жалуют. Откуда это может знать? Они, блядь, ездят за границу лечить. Вообще, похуй, что у нас происходит. Вы еще скажите, почему симпсонык сбывает свою историю? Я не буду выебываться сильно, говорить, какой он плохой. Просто я знаю такую, ну, я понимаю такую вещь, что если ты, вот, допустим, хорошо разбираешься в машинах, хорошо разбираешься, ну, прилично... Приличное время, она ездила на дорогах, на определенных участках. Знаешь, в принципе, как трудус обустроить город так, чтобы дорожная сеть работала вот с иголочкой. И этого человека можно отправить в Думу, и он будет заниматься дорожными вопросами. А там просто все повязано, тебе говорю, вот у нас недавно же был скандал, что там мэр, да, вот этот, Владивосток, или кто там, с помощью своего брата, блядь, там, фу, вот 10 лет он отмывал бабки, да? Вот что ФСБ делало все вот эти 10 лет? Вот чем они занимались? И, блядь, были не в курсе этого происходящего. Или кто там этим занимался? С ними делились простые семьи. Это такой бред просто. Это неисправимая хрень. С чего? С чего ты это решил? Тебе говорю, в Китае есть смертная казнь за взятки. Взятки продолжают. Как ты хочешь в России без смертной казни избавиться от коррупции? Я этого не хочу! Смерть не страшит людей даже. Я этого не хочу. Я вообще, в принципе, не хочу убивать. Я не хочу даже голосовать за это, чтобы ее убивать. Как я говорю, если даже в стране... Вот смотри, я понимаю. Я тебя понимаю. Как в стране, в которой нет смертной казни, избавиться никак? Ну, это знаешь? Это больше идет из сытости. Знаешь, если человек, он сытый, ему... Ну, допустим, он родился в здоровой семье, всегда был достаток. И человек, в принципе, сыт по имени какими-то потребностями. Нет. Ты идешь к идеологии, как у красных, все равны. Все равны быть не могут. Не могут. Не могут. Не могут. Сибирь, где он может приносить пользу обществу, увалить лес в то же самое. А пожизненное заключение это страшнее смерти? Конечно. Что, не такие тюрьмы, как это, а в яме сидеть, вот где-то там, в других странах есть, не помню. Там вообще палевная... Конечно. Смертная казнь это не решение вопроса, в принципе. К тому же у нас сколько? 140 миллионов человек, ребят. Ну, если будет... Вот сейчас придет другой президент, ну, предположим. И что, ну, он пересажает всех в тюрьмы. Ну, давайте проголосуем за то, чтобы он ввел смертную казнь. Ну, переубиваем их всех чиновников. Ну, кому лучше-то станет. Вот они будешь убивать, как ты их будешь убивать, когда они все отправляют. Вот было такое у тебя, что ты это сделал, а к тебе приходят и говорят, вот, блядь, какой-то козел там разлил. Нет, я просто хочу донести мысль. Вот тебе говорят, блядь, найди того, кто это сделал, а это сделал ты. Вот как ты будешь искать у такого человека, мне интересно. Никак ФСБ разберется. Ну, вот смотри, есть коммунизм, есть социализм, что лучше? Ничего, и то, и то херня полная. Социализм, вот ты говоришь, типа, а почему ты против мертвых? Ну, хорошо, давай поговорим так. Вспомни, пожалуйста, не так далеко нужно будет заглядывать. Товарищ нашего Сталина, чистки Сталина, когда он переубивал, перед войной вычистил, просто выкосил 90% всего офицерского состава. Тех людей, которые умеют воевать, которые знают, как нужно купать. Мы бы так не проебывали страшно первые годы войны. Понимаешь? Мы проебывали войну, вот, последний документ, который рассекретили. Ты в курсе, что там они вообще изначально мы хотели с Германией попилить? Короче, Европу. Ну, конечно, это, ну да, мы, это, но мы и попилили Польшу так. До Европушки дошли. Суть про то, что они нас говорят, я вообще не знаю, нахуй не возвращали им суверенитет? Забрали бы все себе и все. Кто, мы? Когда выбили, освободили Европу, нахуй мы им суверенитет вернули. Ну, потому что содержание союзных государств, размещение там наших войск, в принципе, надзор за этими государствами обходилось нашему государству во время Холодной войны. Очень большую копеечку, ты сейчас говоришь про Холодную войну. Ты просто не понимаешь, как это делается. Есть элита, в любом, в любой стране есть правящая элита, которая преобладает. Причем здесь правящая элита? Она управляет, понимаешь? И выделяет своими силами, а ты это контролируешь. Вот как марионетические государства делаются. Дело не в этом. Вообще, в принципе. Ты не обязательно свой контингент там даже вводить. Смотри, а началась, когда Холодная война, разграничение, в принципе, политики Запада и политики Востока, как Запада и Юношка? Холодная война, это когда они пугают нас, ну, своих избирателей и налогоплательщиков российской угрозой. При этом идет промка, выделяются бабки на оборонку и все вот это пилятся бабки. Россия также пугает Америкой и точно так же пилят бабки между собой. И все, понимаешь? Как и сейчас, то же самое происходит. Нас пугает Америка, Америка пугает всех России, бля. Все пилят бабки с оборонки. Вот как это происходит. По факту никакой угрозы нету, вот понимаешь? Если атомное оружие применять, кому нахуй нужна эта территория? Огрязненная радиацией. Не хочу тебя ничем обижать, но глупый ты еще. Не вот, знаешь что? Почитай, почитай про холодную войну, про политику, которую продвигал Запад, политику, которую продвигал Восток. В принципе, что такое социализм, что такое капитализм. Каждое государство в любом случае толкает свои интересы. Как оно может ее выполнять? Капитализм это хорошо? Капитализм это не хорошо. Не есть хорошо. Социализм лучше капитализма? Социализм более равный. Но так как его преподносили мы, это было ужасно. Это было ужасно. Если бы его можно было как-то видоизменить, значительно видоизменить, возможно, это была бы лучшая система управления государством и не только. Да. Но, в принципе, какой он был, это было ужасно. Не придумали, не придумали сейчас, на данный момент времени, систему, которая лучше капитализма, лучше социализма. Ее просто нет. Бомбы ставят, что они неактивны, вот че. А так скажу, любое государство предлагает свои интересы. И только. А как это будет? По военке? По бабкам? Там что-то. С договором? Не важно. Есть множество. Суть одна власть, понимаешь? И хотя такая власть. Власть дают люди. Если люди умные, живут в стране, в государстве, они не поставят людей, определенных людей выше себя, управлять государством. Глупых именно людей. Ну все равно, если какой-то Вася сдохнет, он даже не заметит. Вот, в Франции была однажды Великая Французская революция. Пробуй что-нибудь сказать плохое против Великой Французской революции. Любой француз, где-то в Кихнов такая, кошмар. А все ли там люди очень умные? Нет. Просто это самый наглядный пример того, что власть дают люди. Как вот они ее дали, так они ее могут забрать. Какие недавно... Какие они недавно устроили митинги. Там у них было про повышение пенсионного... Нет, у них... Там у них по бензину что-то было повышение цен. И... Ой, ну не буду врать. Что-то подостаток там урезания определенных сумм. Я не помню точно. Незначительно. Как там разгромили весь центр Парижа. Люди, к чертям. У нас такое невозможно. Почему? Потому что у нас люди ничего не решают. Знаешь, как говорят? Если бы ваш голос что-то решал, вас бы не пригласили бы туда. Это не есть правда. Это не так, как говорят. Если бы ваш голос что-то решал, вас бы не пригласили. Это не есть. Ну а как это выглядит? Как это выглядит? Не, ну правда. Ну скажите, как? То есть, мы сами все будем решать. Что? Ну а у людей не появится вопросов? А мы в каком государстве живем? Что это происходит? Что у нас? Как король опять вернулся? Что? Ну по-моему президент выбирали. Как кто-то может сказать нам, что мы будем жить теперь вот так? Что это значит? Посмотри, вот выборы, по сути, вот ты голосуешь, да? Ты не знаешь вообще, кто за что голосовал. И ты принимаешь ответ, который тебе сказали за должное. Ты это никак не можешь проверить, понимаешь? Ты думаешь, что ты вот чирканул. То, что тебе сказали, это правда, ты считаешь. Есть определенные структуры, которые контролируют данный вопрос. И если вот они уже молчат, это уже... Это уже... За это можно уже выходить. Не знаю, я считаю, что пока не будет это открыто, что кто за кого проголосовал, не будет видно изначально. И это никак не будет скрываться, никаких честных выборах не будет. Увы, ребята, размашес. Мы начали с Китая, заканчиваем... ...вы еще. Просто поживем, я тебе говорю, Китай, сам это будет. Еще хапанут чей-нибудь кусочек. Я как в кабаре служил, вот на центральной базе резерва танков. Вот если она нас будет оборонять, нам пиздец. Просто пиздец. Что будут ронять? Оборонять. А, обороня... Центральная база резерва танков. Вот если она будет нас оборонять, нам пиздец. А что там, все настолько плохо? Ты не представляешь. Ну? Я много всяких гадостей видел. Плохо, это еще пиздец, мягко сказано. Хорошо там, где нас нет. Потом мы кровью выиграл, бога, просто. Эти сапоги, которые ты, вот эти кожаные, такие гейские какие. Так. Продолжение следует... 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 Ну, мы не на нашем веку точно это было. Кстати, про машин. Ты понимаешь, насколько это невыгодно большинству? Представляешь, просто полностью империя? Даже вот если говорить про автопроизводителей, они создают машины, детали, которые должны ломаться. Сколько они рубят бабла на бензин, сколько на растаможки, сколько бабла рубят. Пипец. Электромобиль тот же самый, но по факту это гаджет. По факту это гаджет, который будет меняться почти каждый год. Там, в принципе, нечем ломаться. Там, блин, даже тебе сделали дополнительного водителя, называемый автопилот, который сам тебя довезет, который сам за тебя все сделает. Стражки никогда не будет такого. Ну а как ты себе это представляешь? Вот человек захочет в пилот поехать, картошку перевезти, и чё, он встанет там, розетку дайте пацаны. Идеальная дорога нужна будет, чтоб по автопилоту гонять. Не только идеальная дорога, там указать. Там много чё надо, чтоб она хорошая. Идеальной дороги достаточно. Ты в селе был когда-нибудь? Там дорога, это вот где щебня поменьше, ой, щебня. Земли поменьше, она вроде протоптанная, вот по ней, значит, их можно. Нет, где часто ездят, трава не растет, просто вот эта дорога. Я говорю, земля, земля. Всё, попробуй эту тесле объяснить. А ругаться начнёт. Кажется, дороги нет. И розетки тоже, я туда не поеду. Всё, давай здесь перекурнём. Я вот представляю, какие у вас разговоры будут на пьяну. Если вы на трезвую так беседует. Что на плохого? Я вообще сижу, жду, пока у меня там женщина Бразит незамин от быки. Чё вот мне сейчас? Эртемы закрыли. Просто интересно, вот, по сути, вот, чё ты из-за бабла, вот, затормози прогресс. Да. Это вот как на моменте. Знаешь, как это объяснял? Вот прогресс. Есть поезд, в котором сидят нормальные, рациональные люди. Во втором вагоне сидят верующие, которые тянут назад. там ещё чё-то. А, ну, слышал. Как можно в двадцать первом веке вообще в Бога верить до сих пор в тебя? Ну, если тебя с детства воспитывают и внушают это, Ты же вырос, ёпт, у тебя голова есть, ты должен думать. Ну, если это такой раз. В детстве воспринимается всё по-другому. Смотри. Во-первых, как можно в двадцать первом веке верить Богом? Ну, может быть, согласен. Но тут о чём говорить, если, в принципе, человек получает образование теолога, верующего человека. это высшее образование и только после получения этого высшего образования он может идти работать в церковь, там, я не знаю, в приход или как... просто раньше, когда, в принципе, я не знаю, люди там ещё с мотыгами бегали, людям нужны были определённые правила, ценности какие-то. То, что не убей, не укради, нужны были какие-то правила и как вот человеку с мотыгой объяснить, что вот убивать нехорошо. У него отец убивал людей. у него мать готовила эти... ты ел этих людей в детстве. Вот как этому человеку объяснить? Надо его как-то запугать. Человека, в принципе, формирует общество. Кто бы что ни говорил. Если для его культуры это нормально, значит, он сам будет таким же. Если у человека 10 там высушенных голов, то он будет думать, почему у меня 8 высушенных голов, у него 10. мне нужно еще 2, а лучше... Понимаешь? Просто если сейчас... Подожди, подожди, я не закончу. Вот. И для этого создали определенно... вы думали, какое-то существо там наверху, которое вас покарает и так будете делать? Потому что ни о какой культуре речи не шло. Понимаешь, вот... века началась с того, что были эффекты, которые не могли объяснить. Вот та же гром бьет. Они, блядь, не знали, что происходит. Вот и типа какая хрень, но... сейчас какие-то типы, вот доктор Стрэндж в экскурсии, блядь, доктора Манхэттена на серпай спустится, то его тоже, блядь, за бога посчитаем. Он будет обладать такой же силой. Это все от прогресса людей зависит. Люди, в принципе, боятся чего-нибудь. Плюс манипуляция людьми. Папа Римский там вообще властью обладал больше, чем король. По отлучению от церкви все с тобой никто не торгует. Что твоя страна в упадке? Римский имел больше власть, чем король? Нет. Ну, может быть. Потому что большинство людей в принципе насаждение культуры было большое. И если данный человек представлял эту культуру, он мог указать линии, говорить как враг. Да, может быть. Ватиканом отношение у всей вот этой движухи был. Вот если он отлучит его от церкви, он все. Он, блядь, практически практически никем становится. Ему нет смысла с ним ругаться. Ну, их называли нехристи. А против нехристей войны начинались с того, что говорили вот мы христиане, а они нехристи. Война. И люди только из-за этого уже хватались нехристили. Здесь вообще замечательная теория. я не знаю, насколько